Всем привет! Сегодня я хотела показать и попробовать вирусный макияж, который ассоциируется с образами Mob Vibe, то есть жены мафии. Сейчас его повторяют все, даже звезды. Мне тоже захотелось проэкспериментировать, поэтому давайте начинать. Какой бы макияж я не делала, конечно же, первым делом я увлажняю лицо. В этот раз я использую Vegan Kombucha Tea Essence, тот же тоник. Он настолько увлажняющий, что мне хватает перед макияжем нанести только его. А дальше я использую патчи, они дополнительно подготовят лицо, а также область под глазами к макияжу, так как гидрогелевые патчи притягивают воду, за счет чего разравнивают рельеф кожи. С ними я хожу где-то 15 минут, можно заняться утренними важными делами, покормить кошку, собаку. А я пока подготовлю спонж, из коробки достаю новый мейкап-спонж. Такое ощущение, что эта коробка не закончится у меня никогда, она у меня уже больше года. Размачиваю его в воде. Теперь он стал мягким и будет легче наносить тональную основу. Он же готов к применению, служить верой и правдой пару месяцев. Снимая патчи, вы можете заметить, как кожа действительно расправилась. Ну что, используя тональное средство, я решила использовать Kine Illusion, мой любимый от Clorans. Это палочка-выручалочка, если вы до конца не знаете свой тип кожи, она у вас может немножко жирниться. Ну и слишком матовое покрытие, не приветствуйте. Это что-то между. Распределяю несколько капель прямо на кожу и беру спонж. С его помощью получится сделать тонкое и равномерное покрытие. Это создаст холст для того, чтобы нарисовать макияж. Жены мафии. Вообще интересный тренд образовался, как этот макияж мог стать вирусным и кому он вообще нужен. Как оказалось, за рубежом бьюти-блогеры его искренне любят, так как видят в этом действительно какую-то роскошь. Роскошь бутиков из 90-х. У нас ярким проявлением является инстасамка. Конечно, она его немного опошлила. Мне же все-таки хотелось сделать этот русский дух из 90-х. Надеюсь, у меня получится. Я перехожу к контурингу. И у меня в руках палетка от Pupa. Это универсальная палетка, где есть и пудра, и контуринг. Всегда хочется, чтобы кожа была лощеная, но сегодня особенно. Еще она должна сиять. Но сиять как бы изнутри. Поэтому я пудрусь. А следующим этапом я беру натуральную кисть. И делаю эффект загара по периферии лица. Поцелованная, так скажем, солнцем. Поэтому загар такой теплый, золотистый, красивый. Для того, чтобы действительно создать эффект загара, я наношу еще на нижнюю треть лица и немножко на ключицы. Следующий этап макияжа, ничуть не менее интересный, это брови. Брови я буду делать натуральными. Поэтому я взяла карандаш от Мак в оттенке Тау. Вот такой вот он, максимально подходящий моему коричневому цвету волос. Я помню, папа мне еще с детства говорил, что очень любит тонкие брови. И у моей мамы сейчас тонкие брови, потому что она еще в молодости их так перещипала, что они, к сожалению, не растут. Я к своим бровям отношусь более бережно. И для этого видео выщипывать я их не стала. Но сделать более тонкими для видео у меня получится, потому что у меня в целом брови тонкие и не густые. Поэтому можем нарисовать все, что угодно. По верхней части бровей я рисую аккуратно линию, которую растушевываю обратной стороной. Делаю более изогнутые брови, потому что это же все-таки моб мейкап из 90-х. Дальше использую гель для бровей от Пуси. Это действительно на данный момент лучший гель для бровей, который я использовала. Расчесываю волосы против шерсти и потом зачесываю наверх. Такие брови добавляют лифтинга и молодости взгляду. Не знаю, знали ли об этом наши мамы, но мне кажется интуитивно они чесали их наверх. И по этой же причине, собственно, выщипывали, чтобы увеличить пространство для теней. Недавно было проведено одно бьюти-расследование коллегами, вследствие которого выявили ошеломительные факты. Во-первых, эта палетка настоящий бьюти-бестселлер. Ее и все продукты из видео можно взять в подарок своим близким и себе, конечно. А во-вторых, они все есть на ламоде. Это палетка Мейкап Революшн и Чарльз Шоколадная Фабрика. Они сделали очень прикольную коллаборацию. Вся палетка в коричнево-золотистых цветах. Ее можно использовать как для повседневного макияжа, так и для макияжа на вечер. Для начала я нанесу коричневый карандаш, как делали наши мамы. Просто намазюкать на глаз и растереть. Таким простым образом они прокрашивали межресничку. Можно сделать это чуть аккуратнее, но сегодня макияж Моп Мейкап. Дорабатываю уголки глаз и делаю их интенсивнее. Карандаш мягко растушевываю и перехожу к палетке. Бананово-молочный цвет наношу на все подвижное и неподвижное веко, чтобы тени не скатались и держались долго. Я сворачиваю свой счастливый билет. На кисточку набираю темно-коричневые оттенки. Билетик прикладываю глазу как направляющая. И чтобы не перегрузить макияж, но добавить интенсивности, я использую вот такой вот лайфхак с тенями. Убираю билетик и появляется легкая растушеванная стрелка. Следующим этапом я использую бронзовые оттенки теней. Наношу их на центр века. Таким образом макияж получится чем-то средним между дневным и вечерним. Когда я начинаю наносить сияющие тени, конечно я не могу остановиться и нанести только на центр века. Уголок глаза тоже нужно подсветить. Я его подаю вперед и глаза сразу же начинают светиться. Оттенок между золотым и цветом шампанского. Я дублирую коричневые тени по внешнему уголку глаза, подвиваю ресницы и буду использовать коричневую тушь от Pupa. Ее я тоже заказала на Ламоде. Все ссылки я оставлю внизу в описании. Коричневая тушь убирает пошлость в макияже и не перетягивает внимание на себя. Как только я закончила с ресницами, я немного подклею пучков на уголки глаз. Они у меня тоже коричневые. Я буду их клеить с внутренней стороны глаза. Для многих это нестандартная техника, но так давно уже клеит Ковка Закет на наших просторах Ютуба. И вообще это стабильные корейские методы по незаметному приклеиванию ресниц. Мне очень нравится как получается, я бы даже сделала отдельный туториал, поэтому есть на Ютубе, но я хочу сделать свой. Потому что у меня есть некоторые нюансы в приклеивании ресниц, они выглядят очень натурально. Нужно выбрать правильные ресницы. И тогда результат не заставит вас ждать. Какой макияж жены мафии без коричневых губ за контурок? Все мое детство моя мама красила коричневым цветом губы. Значит ли это, что она жена мафии? Нет. Это было просто актуально в те времена и считалось классикой. Губы большая, составляющая сексуальности женщины. Я обожаю красить губы. В этом макияже я использовала два карандаша. Один более теплый, его я наношу как основной цвет, а холодным создаю тень и увеличиваю тем самым губы. Тоненькой пушистой кистью я растушевываю контур губ и добавляю снова холодного оттенка. Вот такой вот результат. Такой макияж продержится долго, потому что карандаши фиксируются. Теперь время блеска. Красивый коричневый блеск от Clorans, его я наношу как увлажнение и как сияющий элемент в этом макияже. Хорошо пропитываю губы и перехожу к аксессуарам. Я снимаю свои сережки и надеваю новые. Это капли, которые мне очень понравились. Они не утяжеляют образ и делают его очень интересным и современным. А если в недрах шкафа осталась старая шуба-мама из 90-х, то вообще прекрасно. Вы тогда будете максимально похожа на референс. Собственно, надеваю эту прекрасную шубу. Очень мне нравится, как получился образ. Следующий элемент. Помимо шубы, у нас есть еще одна вещь, заказанная с ламоды. Повязка на голову из искусственного меха. Кстати, выглядит как натурально. Вот такой вот веселый образ получился. Надеюсь, я не задела ничьи чувства и не романтизировала ничего плохого. Единственная моя задача была немножко поднять вам настроение и повеселить вас. А с вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok